привет автофанаты и нет это не очередной что почем хотя казалось бы логично что здесь должны выходить только выпуски из этой рубрики именно для этого мы создавали этот канал где-то год назад чтобы собрать здесь людей которых раздражают другие наши видосы тесты какие-то там планерки автопы но тема не пошла вы не очень-то смотрите здесь видео хотя 7000 человек подписчиков это немало мы думали что делать с каналом потому что не все так просто загрузка сюда дубликатов роликов мешает раскрутки основного канала и это не совсем хорошо нас не становится больше мы просто рассеиваемся на разных каналах и вот мы думали что с этим делать это факт номер один факт номер два это то что в декабре прошлого года мы сказали о том что решили закрыть рубрику планерка на основном канале потому что это тоже мешает раскрутки не все были довольны многие говорят ребята вы же блогеры хотя я не считаю что мы блогеры но тем не менее рассказывайте больше о себе давайте больше общаться и я не против я согласен но в то же время много народу говорит обратное мы подписались на тест-драйвы подписались на качественные видео обзоры автомобилей и мы не хотим слушать вашу чушь там что вы там съели где вы там отдыхаете и так далее поэтому мы даже видим какой-то шквал отписок после выпуска уфтопных роликов планерки и так далее и вот эти два факта объединяются в одно решение я не не уверен что оно будет правильно но тем не менее мы решили этот канал канал который сейчас называется инфокар что почем сделать каналом уфтопов и так сказать блогерским каналом где будем делиться той информацией которая неуместна в тестах будем делиться подробностями наших путешествий да и вообще всем чем в какой-то момент хочется поделиться все это будет не нарезанная не смонтирована но разве что совсем чуть-чуть вот я не знаю скорую валенсии вырезать или нет и я понимаю что я понимаю что для какого-то количество людей это новость неприятная кто-то комфортно себя чувствовал здесь на этом канале об этом говорят ну как минимум там 500 600 просмотров каждого ролика что почем ну простите я вас приглашаю все-таки вернуться на основной канал и смотреть что почем и там а здесь мы будем вешать всякие оффтоп и вот хороший повод почему хороший потому что сейчас я поехал приехал на необычный тест-драйв это валенсия и возможно это удивит виталика из салона ford automotive это не германия это испания и сюда я прилетел тестировать новый 911 восьмого поколения прилетел сам без ярослава сейчас расскажу как это вообще будет но любом случае не тест-драйв необычный тем что мы не прилетаем рано утром после ночного перелета врывая сразу в тест-драйв снимая его там до потери силы и улетая либо вечером либо рано утром второго дня не видя ни города ничего вокруг видя только камеру машины и все нет из-за того что сейчас не сезон валенсии рисом не так много хотя здесь кстати так тепло прикольно градуса наверно 17 18 после мряки этой паршивой в киеве очень приятно так вот в этот раз нужных рейсов не было и производитель а именно компания porsche производитель нас сюда приглашает оплачивая в данном случае билеты и отель взял нам рейсы и какие были то есть на день раньше прилетаем на день позже улетаем и вот очень такая не внештатная ситуация да я сейчас гуляю по валенсии у меня есть несколько часов вот есть возможность хапнуть мандаринку я хожу смотрю здесь мандариновые деревья или это апельсины я посмотрел но нет никаких табличек которые говорят о том что их нельзя срывать если вы в курсе что на самом деле вы мне скажите а я все-таки ради интереса одну сорву попробую вам потом расскажу может меня арестуют или оштрафуют но я думаю что не уголовщина отбинка максимум так вот мне сегодня пришлось встать не встать в 3 в 4 выехать из дома чтобы полететь в мюнхен сначала мы должны были лететь во франкфурт но во франкфурте немчура бастует поэтому все рейсы перенесли в мюнхен сейчас проверю пишет ли камера на все нормально и микрофон пишет так что продолжаем идем в отель я вам покажу как мы живем как это все выглядит итак вылетел я в 4 утра из киева отправился в мюнхен мюнхене пересадка и вот я в валенсии в самом центре между прочим porsche нам сняли номер в пятизвездочном отеле это европа это центр города это не дешево но отель как бы наверно представляя пятизвездочный отель я видел что-то более более опрятное наверное так сейчас посмотрим вот почему я в этот раз без ярослава ну на самом деле может быть я многих удивлю но далеко не всегда я летаю с операторами или ярослав летает с серёгой как оператором часто приглашение есть одно вот знаете почему сейчас я сюда один прилетел потому что вы ребята в прошлом году мало покупали 911 и porsche решила что украине достаточно одного приглашения ну а кого приглашать кроме нас и это не тщеславие это это факт медийка у нас как-то плохо себя чувствует люди не хотят меняться печатная пресса помирает интернет как-то ну не спешат у нас появляться какие-то конкуренты яркие и это печально потому что мы бы хотели чтобы было на кого еще ориентироваться с кем-то конкурировать за подписчиков за просмотры вот и соответственно сейчас как и во многих других ситуациях я прилетел один вы спросите как я буду снимать ну вот как-то так на самом деле чаще всего здесь ну где-то в европе где проходят тесты на ждут съемочные группы и скорее всего также будет завтра именно завтра будет сам тест-драйв на спортивном треке валенсии конечно же это новое поколение 911 его надо покатать так вот там скорее всего будет съемочная группа которая мне поможет снимать и вы скажете ага так вот откуда такая крутая картинка значит это не ярик все снимает и вы же там пишите ему дифферамбы в комментах но я скажу так действительно некоторые тесты иногда очень качественно снимают крутые съемочные группы из европы которым кстати здесь производитель платит такие бабки что ярослав когда слышит о них он грит да бляха муха мне этот инфокар не всрался вообще сейчас поеду в спальню снимать porsche так вот обычно они настолько криворукие и все что у них есть это дорогущие камеры и высокая зарплата и вот даже с этими дорогущими камерами вам по 350 тысяч евро они не могут ничего снять это не про тех ребят с которыми я буду возможно работать завтра потому что я уже встретил в отеле если это они же ну смысле если у них будет для меня завтра время это все будет хорошо но в 90 процентов случаев то что мы снимаем вдвоем с яриком обычно выглядит ну намного круче чем то что снимают типа профи целыми командами здесь из крутых кстати есть вот три бренда других я не помню это porsche у которых через раз бывают хорошие операторы land rover вообще круто там есть мой дружбан один я о нем часто пишу показываю фотки где-то там в инстаграме бросаю вы возможно его уже видели и 3 3 3 кто же еще а и maserati там есть джульберто классный чувак вот но если их не будет буду что-то снимать сам взял дрон я же летают дроном сам снимаю сам сам рассказываю в общем как то как то как то справлюсь опять же возвращаясь теме до большинство наших тест-драйвов я имею виду расходы здесь оплачивают производители то есть они заинтересованы в том чтобы мы сюда приехали и наверное многие подумают ага значит вот вас покупают вам там берут крутые отели вам берут часто бизнес-классы и оказывается вы на это не тратите деньги но на самом деле мы немало тратим денег на сопутствующие какие-то расходы в таких поездках поездках там иногда мы за свой счет ездим но это европа данном случае здесь действительно не принято так вот как у нас там прямо или не прямо намекать журналистам что было бы неплохо сказать так то так то так то хотя и у нас это уже уходит нет здесь как бы все что может производитель это предложить со своей стороны максимально комфортные условия и рассчитывает за это на какую-то лояльность лояльность как он ее видит мне это не интересует сильно как он ее видит а как мы эту лояльность видим можете судить только вы по нашим тестам и я надеюсь что вы видите нашу предельную честность хотя опять же конечно иногда мы вынуждены до оставаться в каких-то рамках хороших отношений и если в машине что-то совсем говно мы стараемся не называть это совсем говно мы называть это ну такое ну вы поняли и да нам сейчас платить заплатили за билеты на платят за отель ну вот у меня сейчас целый день я думаю чем бы заняться где бы поесть куда бы сходить и это очень непривычно потому что опять же скажу что я привык лететь писать какие-то наброски сценария в самолете заранее вечером я качаю какие-то обзоры машины если они есть обзоры предыдущих поколений часто качаю свои же обзоры чтобы вспомнить впечатление там от прошлого поколения вот так сейчас я качал наш тест желтого 911 кареры заднеприводной обычной и вспоминал какие эмоции она у меня вызывала вот делал наброски того о чем хочу рассказать сегодня что что проверить в машине это я делаю в самолете потом прилетаем обычно с утра начинаем снимать и вечером вырубаемся потому что как ни странно вот несмотря на то что до европа до какое-то развитие до медиа сферы но большинство этих ивентов не рассчитаны на видеообзор они рассчитаны на вот этих сидящих пузатых детков которые пишут здесь или там германии для не вымирающих все еще там печатных изданий которые читают такие же седые детки которые ездят на этих 911 ну но вы поняли и вот программы не рассчитаны под видео соответственно вы вынуждены иногда там рвать когти чтобы что-то для вас снять и ну я очень сомневаюсь что вы хорошо представляете насколько то что мы делаем бывает тяжелым физически и я понимаю что это выглядит каким-то там баловством и мажорством мы летаем по лучшим городам мира живем в лучших отелях да это факт но поверьте когда это постоянно ты начинаешь ненавидеть аэропорты ты начинаешь ненавидеть ранние выезды ты начинаешь заказывать такси в аэропорт запят там вставать за 15 минут до такси потому что если ты будешь вставать за час или приезжать в аэропорт за три часа как многие то ты потеряешь в аэропортах пол жизни точно также вот те города в которых мы бываем часто забывается и мы вообще забываются мы не помним где что снимали потому что действительно смотрим в основном в камеру как ярик говорит я не помню какая была машина я контролировал фокус контролировал экспозицию так ну что давайте глянем отель я не знаю интересно вам это или нет и вообще у меня к вам просьба я понимаю сейчас многие отпишутся скажут блин ребята вы нас сделали канал для одного сейчас его собираетесь переименовать и вешать туда какую-то чухню свою ну во первых я обещаю что мы не станем классическими блогерами не будем фоткать и снимать то что мы едим то чем мы гадим потом и выкладывать это онлайн нет будем стараться вешать то что казалось бы было бы интересно нам смотреть если бы мы были подписаны на какой-то такой канал и вот я понимаю что многие подпишут отпишутся я прошу прощения сразу за это решение но с другой стороны может кто-то и порадуется кто-то поставит лайки скажет что это интересно слушать напишите пожалуйста в комментариях о чем вам интересно слушать и еще одна просьба мы хотим переименовать канал сейчас называется что почем инфокар а надо назвать как-то по-другому чтобы название как-то отражало то о чем я сейчас говорю но чтобы обязательно присутствовало слово инфокар в комментариях будет закрепленный коммент наши и в ответ на него чтобы не рыться потом во всей ленте комментов напишите посоветуйте нам какое-то название и мы в ближайшее время его переименуем также пишите еще о чем вам интересно смотреть так я по-моему мимо нашего отеля уже третий раз прохожу мимо сейчас а пока смотрите виды валенсия это валенсия до валенсия до город такой микс архитектуры и тяжело вообще разобрать где-то старые здания где стилизированные под тот стиль где восстановлены но вот наш пятизвездочный отель он подписан porsche ходят тут чуваки в куртках porsche люди съезжаются вот мои друзья hello nice to meet you how are you hello hey nice to meet you how was your three times or two times how many times three times important okay thank you nice to meet you no 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 yeah so we're here from the early morning yeah so going going to sleep for one hour and we'll join you yeah as a not dinner but you know okay yeah and what okay so see you yeah thank you это ребята из porsche с которыми мы обычно видимся на тестах они нам тут организовывают программу помогают со съемками вы смотрите чтобы я не не переживал мой мой ли это отель тут висит такой баннер напоминающий о том что мы будем тестировать можем кстати вообще пройтись по лестнице чтобы какая-то движение началось мы тут вообще с утра ну я в смысле да чтобы не толпиться в лифте сам отель вроде как в старом здании судя по всему ну в европе это популярно они не рушат то что хорошо и так стоит но другой стороны не все европейские города так рушили какие во время второй мировой поэтому не удивительно что у них много чего сохранилось внутри все это выглядит более современным тоже немножко так зачухано но зато в центре зато пять звезд вот это мой номер 106 видите даже номера стилизированы под 911 или я забыл закрыть номер или меня обокрали наверное забыл закрыть номер да такой вот отель опять же так если уже придираться то что-то где-то потекшая обрубленная чуть-чуть но он скажем так не вчера построен видимо шкафчики мини-барчики и тут опять начинается зомбирование от porsche даже покрывало porsche телек я когда пришел выключил но на он тоже без остановки крутится что-то про porsche 911 когда я зарегистрировался да вот именно только давайте я выключу чтобы вы это не слушали а я это уже прослушал раз 10 когда я утром зарегистрировался в отеле мне сразу на рецепшене выдали пакетик с программой на сегодня завтра и с вот таким вот буклетом про 911 проверим запись запись пишет микрофон пишет и так буклетик про 911 на флешке наверное находятся какие-то материалы и заранее снятые видосы и вот что мне предстоит сегодня изучить чтобы завтра вытащить от тула самое интересное для вас и все это в какой-то удобной форме расписать рассказать отфильтровал маркетинг от реалий мух от котлет видите вот рядом вообще какие-то не достроен не отреставрированные здания это терраса отеля судя по всему вот как-то так для фанатов букингов всяких да могу показать как выглядит даже санузлы смотрите уже юсби розетки это кстати редкость даже в европе последнее время все еще не появляются они такой себе душик чуточку обшарпанный но на самом деле экономия последнее время заметно у всех причем и у люксовых брендов по-моему самые понтовые ивенты которые я видел это были у мазерати у итальянцев немцы начинают экономить но это понятно кризис у всех да и с другой стороны за последние годы как-то все научились больше считать деньги потому что лет пять шесть семь назад все это было гораздо круче ты там приезжал тебя ждали какие-то там подарки в номере там куртки porsche у меня есть куртка porsche причем очень старая с такого же ивента вот в принципе и все итак что мы сейчас собираемся делать мы собираемся перекусить и начать писать какой-то сценарий на завтра и изучать этот буклет я жду ваши лайки я жду ваши комментарии или отписки и дизлайки по поводу того что мы начинаем чухать какую-то офф топную не автомобильную фигню пока 1000 извинений я обещал не снимать то что мы будем есть но мандарина я считаю это исключение она дико выглядит да и те которые мы покупаем где-то ваша не чуть-чуть приветливее и это то как мне удалось почистить но мне очень интересно как она все-таки на вкус вот прям с дерева в испании тубле лимон